Здравствуйте, ребята! Помнишь, как Гэри Гэнслер не мог ответить на простой вопрос, а является ли эфириум ценной бумагой? Эфир – ценная бумага или товар? Ну я не могу судить. Но вы должны судить! Я только что узнал просто взрывной факт про эфириум, который полностью перевернёт твой взгляд на ситуацию. Я услышал о нём из интервью Лоры Шин. Это криптожурналист, который, собственно говоря, берёт интервью различных людей из криптоиндустрии. Это интервью о том, является ли эфириум ценной бумагой. И хотя речь идёт только про эфириум, думаю, это справедливо и для Ripple XRP. И это интервью помогает объяснить всё то безумие, которое из себя представляет регулирование криптовалюты в США. И на самом деле это очеловечивает Гэри Гэнслера. Да, я это сказал. Я знаю, что его не очень любят в криптовалюте и что это очень противоречивое и спорное заявление. Но я считаю, что то, что ты сегодня увидишь и услышишь, ведёт тебя в курс всего контекста так, что твой взгляд на всю ситуацию в целом кардинально изменится. Ты определённо не захочешь это пропустить. Ну а прежде чем мы перейдём к сути, не забудь поставить лайк. Хотя давай договоримся по-другому. Если то, что ты сегодня услышишь, шокирует тебя и будет неожиданностью для тебя, тогда поставь лайк. Возможно, тогда у нас получится набрать даже 5000 лайков. Итак, в этом видео Лора Шин берёт интервью у криптоюриста по имени Джейсон Готлиб. Джейсон говорит о том, что у эмиссии эфириума, то есть у монет эфириума, есть срок давности. Точно так же, как и у закона о ценных бумагах есть срок давности. Согласно разделу 10b закона о ценных бумагах и биржах от 1934 года, существует два различных срока для подачи исков, связанных с ценными бумагами. Двухлетний срок исковой давности и пятилетний срок исковой давности. Эфириум начал торговаться в 2015 году после ICO. То есть прошло практически 8 лет. Так что мы уже давно вышли за рамки срока давности. Ripple XRP начал торговаться в 2013 году, а в суд на него подали в 2020, когда прошло 7 лет. 7 лет. Ещё раз напомню, срок давности судебных исков от 2 до 5 лет. То есть получается, что суд полностью незаконный и нелегитимный. Послушай, это интервью. Оно полностью перевернёт твой взгляд на ситуацию. Послушайте, Эфириум не является ценной бумагой. Это, честно говоря, довольно очевидно для меня. Но даже если бы это не было так, сейчас уже слишком поздно что-либо предпринимать. У SEC есть сроки давности. Эфириум впервые был выпущен в 2015, так что сейчас SEC действительно мало что может с этим поделать. Сроки давности это очень сложные вещи, поэтому здесь много подводных камней. Но мы не будем в это вдаваться. Я думаю, что председатель Генслер столкнулся с неприятной реальностью. Даже если бы он хотел что-то с этим сделать, он уже ничего не может с этим сделать. И он знает, что попал в западню. Если он заявит, что Эфир – это ценная бумага, это будет иметь всевозможные ужасные последствия для рынка. И окажет разрушительный эффект для потребителей, которых он пытается защитить. С другой стороны, если бы он сказал, что Эфир не является ценной бумагой, тогда тысячи криптопроектов скажут, но мы же такие же, как Эфириум. В чем здесь проблема? Гэри оказался в очень неудобном положении, когда он не может ничего говорить. Но, конечно, если у вас есть председатель SEC, который не может даже ответить на элементарный вопрос, является ли Эфир ценной бумагой или нет, и одновременно с этим говорит, что все в мире криптовалют, кроме Биткоина – это ценная бумага, это выглядит как бред. Хорошо, это первое трезвое мнение, которое я услышал по этому вопросу. Потому что очевидно, что в США существует организованная атака против криптовалюты. Ради нее они даже нарушают свои собственные законы, как мы теперь поняли. Об этом и говорит Чамат Палихапития. Криптовалюта мертва в Америке. Я имею в виду, что Гэнслер теперь обвиняет криптовалюту даже в том, что наступил банковский кризис. Власти США фактически вооружились против криптовалюты. Теперь становится абсолютно понятно, что в США существует несправедливое подавление криптовалют, и это плохо для этой страны. Мы знаем, что Эфир децентрализован, что им не управляет какая-то группа людей. Он функционирует благодаря миллиону разработчиков по всему миру. Но дело в том, что если Эфир не будет объявлен ценной бумагой, то каждый другой криптовалютный проект в мире теперь имеет основания утверждать, что он имеет большие схожести с Эфириумом. И поскольку Эфириум был продан за биткоин на ICO в точно таком же формате, в каком был запущен любой другой токен, отказ признать Эфириум ценной бумагой даст карт-бланш на существование абсолютно всех криптовалютных проектов. И поэтому каждая криптовалюта в случае не объявления Эфириума ценной бумагой сможет сказать, «Эй, смотрите, вы дали Эфириуму зеленый свет, так зачем вы подаете в суд на нас? Мы попросим наших юристов обжаловать любой ваш иск, и мы легко добьемся разрешения функционировать и дальше». Это очень сложная ситуация, в которую попал Гэри Гэнслер. Комиссия SEC не может уступить Эфириуму, ведь тогда она уступит всей криптовалюте. Комиссия SEC не может уступить Ripple XRP, ведь тогда она уступит всей криптовалюте. Кроме этого, комиссия не может наказывать Эфириум за то, что Эфир это якобы ценная бумага, потому что вообще-то наступил срок давности. Также судебный процесс против Ripple, как мы поняли, является абсолютно незаконным, а значит искусственным и навязанным. Это еще одно подтверждение, что война против криптовалюты в США стоит дороже, чем соблюдение ими, их же собственных законов и правил. Я не знал об этом, на самом деле, пока не посмотрел интервью Джейсона Готлипа, которым я был шокирован. Как же так? Третий год подряд судебного иска против Ripple, и мы занимаемся абсолютно незаконным делом. И теперь, я надеюсь, ты начинаешь понимать глубину этого безумия, а почему Гэри Гэнслер просто мямлил на вопрос, является ли Эфир ценной бумагой, является ли Ripple XRP ценной бумагой? Почему мы не можем получить прямой ответ на четкие и простые вопросы? Потому что они все еще хотят сохранить возможность для контроля над всей криптовалютной индустрией, над всей отраслью. И да, как мы все знаем, в отрасли есть мошенники, обманщики. Хотя я не думаю, что для борьбы с ними регуляторам нужно полагаться лишь на эти конкретные законы о ценных бумагах. Я имею в виду, когда люди крадут деньги других людей на крипторынке, не делая того, что они обещали сделать, то мы должны наказывать таких людей и удалять их из криптоиндустрии, делая ее чище. Но наказывать всю индустрию сразу? Называть все криптовалюты, кроме биткоина, ценными бумагами? Соответственно, их разработчиков и создателей мошенниками? Здесь есть так много трудолюбивых разработчиков, которые вкладывают свое сердце и душу, свою жизнь в создание чего-то, что, по их искреннему мнению, должно изменить этот мир. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok